Выставка работ учащихся из-за студии Института третьего возраста – это несколько десятков картин, написанных в разных стилях, техниках и на разные темы, объединяющие для всех звено, любовь к делу и креативный подход. Все семь художниц, творческие поиски которых могут увидеть посетители усадьбы Немцевичей, уверяют – в каждое из полотен они вложили частичку души. Я занимаюсь пять лет в институте, но кроме института я дополнительно стала заниматься. Я езжу на мастер-классы в Москву, в Минск, я изучаю живопись онлайн, сейчас это очень популярно стало. И, конечно, хочется повышать, совершенствовать свою работу. Авторы полотен не имеют специального творческого образования. В большинстве своем мы жизнь посвятили совсем другим сферам. Однако тяга к прекрасному и желание поделиться своим видением мира с окружающими сделали свое дело. В руках появились кисти и краски, а на бумаге или холсте все чаще появляются детали окружающего мира, фрагменты из повседневной жизни. У нас на занятиях обычно выбирается определенная тема, и мы все работаем на одну тему. Иногда пишем, допустим, один и тот же букет сирени. И в прошлом году, когда у нас была выставка, кто-то мне сделал замечание, что у вас очень похожая работа. Поэтому на данной выставке представлены совершенно разные работы, и мы постарались подобрать так, чтобы у каждого были работы именно его. Техники тут кто что предпочитает. На церемонии открытия выставки присутствовали друзья и близкие виновницы торжества. Поддержать своих учениц приехал и наставник из-за студии Валентин Балденко. Когда-то я поверил в свои силы, поверил в их возможности. Люди пришли, которые еще в школе научились учиться, вот я это почувствовал. И отсеялась, конечно, может быть, половина людей. Вот приходят новенькие, тоже очень интересные. Но люди стремятся, люди готовы учиться, они готовы выполнять домашние задания. Раз они работают над собой, значит, какой-то толк будет. И вот я горжусь ими. Выставка для просмотра доступна еще порядка полутора недель. Экспозиция будет находиться в усадьбе Немцевичей до первого числа первого летнего месяца.